В памяти олено-транспортных батальонов в Наринмаре прошел митинг, посвященный бойцам оленной армии. В ноябре 1941 года на фронт отправились сотни оленеводов, рыбаков, охотников из Малоземельской, Большеземельской и Каненокиманской тундры. Спустя 74 года память о тех, кто воевал в особой оленной армии, жива. На митинг в Наринмаре собрались десятки людей. Алена Валий о тех, кто воевал на Карельском фронте. 28-летний пастух Пётр Рочев ушел на фронт из деревни Шапкино. Но повоевать молодому оленеводу пришлось недолго. В 1943 он был демобилизован. Чуть пораньше вернулся с фронта, потому что он получил травму. Именно там, в олено-транспортном, когда они весной возили груз и попали в слуд оленей провалить. И он еле сам же остался. И травма была у него, он долго лежал в госпитале. Потом вернулся в деревню Шапкино. Но вернулись не все. Семья Федотовых из деревни Малая Сопка так и не дождалась своего героя. Василий Федотов без вести пропал в 1944 году. Спустя 69 лет племяннице Вере Семёновой удалось найти его место захоронения на Кольском полуострове. В конце вот наша уже, как говорится, остановка была последняя. Потому что там уже были столбы, эти приграничные, такие полосатые. И вот мыс Мишуков, там погиб мой дядюшка. Было пулевое ранение в живот. С ноября по декабрь 1941 года Ненецкий национальный округ отправил на фронт более 7 тысяч ездовых оленей. Всего было сформировано 5 олено-транспортных эшелонов. С помощью оленей с линии фронта из глубокого тыла противника было вывезено более 10 тысяч раненых. Перевезено к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов. Мы должны помнить об этом и чтить память. Сегодня, когда некоторые наши братские страны, некоторые деятели этих братских странах пытаются переписать историю и принизить роль советского народа в поведении на фашизм, наша задача – воспитывать наши подрастающие поколения, воспитывать в них уважение к нашим предкам. В июне 2013 года окружные парламентарии утвердили окружной закон о памятной дате – День памяти участников олено-транспортных батальонов Великой Отечественной войне. Официальная дата – 20 ноября. Но в этом году митинг пришлось перенести из-за непогоды. Несмотря на это, в назначенный день около монумента собрались десятки жителей региона. Никогда не погаснет в наших сердцах свет победы и вечная память. Минутой молчания почтим память погибших. В память о тех, кто сражался за свободу советского Заполярья, к памятнику подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны возложены цветы. Во многом благодаря особым частям Карельский фронт стал единственным участком сражений, на котором фашистские захватчики не смогли перейти государственную границу Советского Союза.